Международный инвестиционный саммит проходит в Донецке уже в четвертый раз. В этом году мероприятие фактически объединили с Украинско-российским экономическим форумом и проведением выставки «Межрегиональное и трансграничное сотрудничество». Донецкая область представила на саммит 40 инвест-проектов по самым разным направлениям научно-технического сотрудничества. Правда, пока неизвестно, сколько из них смогли заинтересовать потенциальных инвесторов. Больше всего проектов было представлено по строительству доступного жилья и созданию новых предприятий. Наиболее известным достижением организаторов саммита за прошлые годы стало подписание контрактов с компанией «Фурлендер» по созданию ветропарков и производству ветроустановок в нашем регионе. Самый крупный проект, конечно, это то, что фирма «Фурлендер» на втором саммите в 2009 году она нашла здесь бизнес-партнером и был запущен ветропарк «Новоазовский». Уже 10 агрегатов работают, до конца года еще 13. В конце ноября, в начале декабря ветроагрегаты, то есть на 80% уже будут производиться в Украине. То, что монтироваться будет в следующем году, это сотни рабочих мест в Краматорске, это сотни рабочих мест на юге области. В этом году председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий заинтересовался производством индюшатины в соседней Ростовской области. Губернатор считает, что в Донбассе нужно развивать подобное производство. «Наша соседняя Ростовская область, есть такая там, Индолайн, да? Они там основные производители индюшатины. Сегодня у них это все идет на расхват. Это достаточно ценное диетическое мясо. А я думаю, если так все хорошо идет в Ростовской области, чего так оно, что да, не идет в Донецкой, да?» Впрочем, на саммите говорили не только о потенциальных возможностях межрегионального сотрудничества, но и о реально существующих проблемах. «В свое время Украина экспортировала более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в Европу. Конечно же, это были страны Восточной Европы, это была Венгрия, Польша, Румыния. Сегодня этот экспорт ограничен всего 5 миллиардами. Это всего 1,5% от общего импорта европейских стран. В то же время мощности энергогенерирующей Украины задействованы всего лишь на 60-70%. У нас есть потенциал дозагрузить наши мощности на 30% и тем самым увеличить объемы экспорта в европейские страны. Что для этого необходимо сделать? Первое, конечно же, это восстановление трансграничных линий. Это восстановление трансграничного сотрудничества с европейскими странами. Это интеграция системы Украины, энергетической системы в европейскую систему. Представители машиностроительного комплекса Донбасса говорили о том, что в большинстве западных стран, которые достигли успеха в развитии этой отрасли, помощь машиностроителям обязательно оказывало государство, как в виде налоговых льгот, так и другими методами. Создаются государственные экспортные агентства, которые берут на себя покрытие рисков по кредитам, которые привлекают клиенты, приобретающие продукцию предприятий, которые находятся на территории страны. То есть клиент, который находится в третьей стране, привлекает длинный и дешевый кредит, помечтаем там, под закупку у украинского машиностроительного предприятия. При этом украинское экспортное агентство берет на себя покрытие рисков по этому кредиту. Коммерческие банки охотно кредитуют под такое покрытие рисков, как я уже сказал, дают длинные дешевые деньги. Сейчас говорить о результативности проведения саммита никто не берется. Даже донецкий губернатор признает, что как в этом, так и в предыдущие годы заключение крупных договоров – это скорее исключение из правил. Впрочем, Андрей Шишацкий надеется изменить ситуацию. На пятый юбилейный саммит хотелось бы, вот у меня зам Фоменко Александр Александрович, он недавно был в Грузии. И вот он оттуда привез проекты, которые сегодня предлагаются в Грузии. Там проект полностью разложен, который предлагается земельным участком. Так мало того, даже с оценкой окупаемости, стоимости денег во времени, там, НПВ, именно с подписью, там, Price Waterhouse, там, ну, или, там, Мэр Сен-Ян. Вот, я думаю, что если мы к пятому юбилейному саммиту сделаем именно такие, здесь инвест-предложения, тогда он будет реальный и действительно даст большую отдачу. Это не будут единичные такие выстрелы, как это было до настоящего времени. Правда, международные эксперты считают, что задача саммита не только в привлечении инвестиций в регион, но и в популяризации Донецкой области на мировом уровне. Когда саммит учреждали, его основной задачей было сделать Донецк бизнес столицей Украины. И сейчас, когда приходится общаться с потенциальными инвесторами, они прежде всего думают о Киеве, но потом сразу же думают и о Донецке. Впрочем, в этом году уже тоже есть конкретные результаты. Так, в ходе саммита было подписано соглашение о сотрудничестве между Донецкой и Полтавской областями. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.